В детских садах выстраивается новая модель взаимоотношений между родителями и воспитателями. По приказу российского Миноборнауки, теперь по инициативе отцов и матерей с дошкольным учреждением можно заключить договор, усиливающий спрос с наставников. Какую ответственность вменили воспитателям, расскажет Елена Преснякова. Разбитые в детском саду коленки и синяки обычно родители не очень волнуют. Такие травмы дети часто получают и дома. Но кто виноват, если ребенок пострадал серьезно? Воспитатели детского сада ответственность за здоровье детей не несут. Вернее, не несли. Теперь по требованию родителей руководство садика должно заключать договор, в котором будут прописаны все права и обязанности обеих сторон. Этот документ может содержать пункт, в котором можно обговорить, какую ответственность несет руководство детсада в случае, если ребенок, посещающий дошкольное учреждение, получит травму. Об этом говорится в новом приказе, который был издан в 2014 году Министерством образования. В нашей практике бывали случаи, когда, например, ребенок, играя в детском садике, получал сотрясение мозга. Бывали случаи, когда, например, один ребенок ударял другого санком, и тут тоже происходило сотрясение мозга. И родители, приходя к руководству детского садика, просили какую-либо компенсацию. Директор детского садика не давал им компенсацию, мотивируя это тем, что, как я уже сказал, нет обязанности по присмотру. Юристы уверенно заявляют, отказать в подписании договора заведующий детсадом не имеет права. А если руководитель все же захочет избежать такой ответственности, родители могут смело обращаться в суд. В приказе Министерства образования оговариваются не только аспекты, связанные со здоровьем детей, но вовведение есть и в материальной части. В данном нормативном акте указано, что вы обязаны платить денежные средства только за фактически оказанные вам услуги. То есть, если ваш ребенок ходит в детский садик, и вдруг он заболевает каким-либо образом, полмесяца не ходит, то вы имеете право за эти полмесяца осуществить перерасчет, потому что ребенок фактически не пользовался услугами детского садика. В новом приказе установлена ответственность сторон. Например, если родитель обнаружит недостаток в предоставлении какой-либо услуги, он может потребовать ее бесплатного оказания, соразмерного уменьшения стоимости или возмещения понесенных расходов на устранение недостатка, а можно и вовсе от нее отказаться. А вот какой ответственность несет детский сад за травму ребенка, зависит от тяжести травмы и степени вины каждого сотрудника. Ответственность может быть дисциплинарной, административной и даже уголовной. Вопрос о возмещении вреда здоровью может быть решен как путем переговоров родителей с виновниками, так и через суд. Елена Бреснякова, Евгений Леонов, Вести, Рязань.